МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Каждый месяц мы обсуждаем перспективы развития рынка труда Самарской области с экспертами Министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области и Департамента по управлению персоналом и кадровой политики аппарата администрации городского округа Самара. Вы смотрите программу «Самарская среда». Меня зовут Ян Налимов. Здравствуйте. Как попасть на прием в Государственную инспекцию труда в Самарской области? Какие нормы трудового законодательства чаще всего нарушают работодатели? В нашей студии Алексей Флёрин, начальник отдела Государственной инспекции труда в Самарской области и Дмитрий Васюхин, консультант отдела охраны труда Департамента по управлению персоналом и кадровой политики аппарата администрации городского округа Самара. Алексей Константинович, Дмитрий Владимирович, добрый вечер. Я рад вас видеть. Здравствуйте. Здравствуйте. И хотелось бы, знаете, с чего начать? Вот ваше мнение как экспертов, как специалистов. Человек приходит устраиваться на работу. Вот поставьте себя на его место, допустим, так случилось, что вы вынуждены это делать. На что бы вы обратили внимание при устройстве на работу? На что вы советуете обратить внимание при устройстве на работу? Кто начнет? Алексей Константинович, может быть, с вас начнем? Да, спасибо. Особое внимание при устройстве на работу работнику, в первую очередь, необходимо обратить на наличие трудового договора. Как такового документа, да, изначально. Не подаваться на провокацию, что трудовой договор мы заключим позже или так далее. Такое бывает. Да, такое тоже может быть. В первую очередь необходимо руководствоваться содержанием трудового договора. Уже потом, во вторую очередь, надо его оценить, этот трудовой договор. То есть изучить и прочитать внимательно? Изучить, прочитать его условия, прочитать в трудовом договоре условия труда на рабочем месте, где будет работать данный работник, условия выплаты заработной платы работнику и другие условия трудового договора. Как часто бывает, имеет место подмена трудового договора гражданско-правовым договором, на что тоже необходимо обратить внимание. А что это такое? Вот в чем разница трудовой договор и, как вы сказали, гражданско-правовой договор. В чем разница? Может быть трудовой договор, прямо название, самое первое, на что надо обратить внимание, это название договора. Трудовой договор. Так. А может быть договор о оказании услуг. Вот договор о оказании услуг, это есть как раз гражданско-правовый договор. Договор о оказании услуг, договор подряда, суд подряда и так далее. Это все договоры гражданского правового характера. Трудовым законодательствам запрещено заключение гражданского правового договора подменяющего трудовой договор. В этой связи все равно надо обращать внимание именно с содержанием. А для работника в чем разница принципиально? Объясните, пожалуйста, почему для него это имеет такое большое значение? Потому что, кроме слов, там же есть еще и некое дело, так сказать. Конечно. Трудовой договор подразумевает наличие трудовых отношений с работником и работодателем. А гражданско-правовой договор, он эти отношения упраздняет. То есть, здесь отношения возникают в рамках гражданского законодательства. Все гарантии компенсации, льготы, установленные трудовым законодательством, не распространяются на действия гражданско-правовых договоров. То есть, гражданско-правовой договор, как правило, с физическим лицом подразумевает выполнение собственными силами либо с привлечением других физических лиц для выполнения определенной какой-то работы. Ну, то есть, грубо говоря, это такой как бы договор подряда в некотором роде, можно так назвать. То есть, вот мне нужно выполнить определенный объем работ, я нанимаю работника с помощью вот этого гражданско-правового договора. Соответственно, это не трудовые отношения. Вот он выполнил, я ему деньги заплатил, и мы разошлись. Да, но проще говоря, если получается, если в трудовом договоре всю ответственность за работника несет работодатель, то есть, он обязан ему обеспечить надлежащие условия труда, обеспечить его средствами индивидуальной защиты, обеспечить его обучение, медицинские осмотры и многое-многое другое, то гражданско-правовой договор уже работник сам за себя отвечает, соответственно, работодатель ему ничем, по сути, не обязан, не должен. Просто он должен заплатить ему денежные средства за проделанную работу. Вот и все. Причем он еще ее принимает, эту проделанную работу, и это тоже такая вот отдельная история. То есть, он же может сказать, что работа сделана не очень хорошо, не доделана, и, соответственно, например, начать задерживать выплату этих денежных средств. Я вот сейчас просто развиваю логику. Я правильно рассуждаю? Совершенно верно. Ясно. И не забываем мы с вами еще о расследовании несчастных случаев. Опять-таки, если с работником, когда он производит работу при трудовом договоре, происходит несчастный случай, то, соответственно, работодатель обязан организовать расследование несчастного случая, в том числе у нас эти работники подлежат социальному страхованию, то есть, опять, боничный лист, компенсация за несчастный случай в том числе, то уже при гражданском правом договоре уже говорить о каких-то компенсациях уже говорить, пожалуй, что не стоит, потому что, опять-таки, социального страхования нету, обязанности расследовать этот несчастный случай тоже, по сути, практически нет оснований. То есть, опять-таки, работник, идя на заключение гражданского права договора, берет на себя все риски уже, и это необходимо понимать. И учитывать, соответственно, при приеме на работу и понимать вообще, что на самом деле происходит. То есть здесь, вот я правильно понимаю, на самом деле это не хорошо, не плохо, просто желательно это четко осознавать. Вот, наверное, так я бы сказал. Потому что, чтобы не было иллюзий, что вот ты идешь на работу устраиваться, а на самом деле ты идешь не устраиваться на работу, ты идешь как бы работать подрядчиком, логика есть? Да, конечно, просто многие люди этого не до конца осознают, не до конца понимают, и могут ввести в заблуждение все-таки недобросовестные работодатели. Кстати, здесь ведь момент еще какой, и, соответственно, нет отпуска, отпускных никаких, то есть тоже не предусматривается, потому что какой отпуск? Ты сделал работу, получил деньги, не сделал, не получил, отпуска нет. Тут вообще, на самом деле, вот да, если так подумать внимательно, очень много чего нет, и у человека очень много чего нет. Риски довольно большие. Риски довольно большие. Вот, скажем так, если возникают какие-то сомнения, как жителю Самарской губернии попасть на прием в ваше ведомство, в Государственную инспекцию труда Самарской области? Да, сейчас связи с введенными ограничениями по распространению новой коронавирусной инспекции, личный прием граждан в Государственную инспекцию труда приостановлен. Но при этом подать обращение в инспекцию можно несколькими способами. Сейчас одним из самых наиболее популярных способов является подача обращений через онлайн-ресурсы, через портал государственных услуг, госуслуги. Также есть портал онлайн-инспекции, так называемый, где можно также подать обращение. Кроме того, на этом портале еще можно много нового для себя подчеркнуть, и вопросы, и ответы на многие вопросы, возникающие у работников и у работодателей в том числе. Ну и кроме того, можно подать обращение через многофункциональные центры, которые находятся в каждом районе, придя лично, пройдя идентификацию с паспортом, со СНИЛСом. — Алексей Александрович, тоже важный момент. Заявление можно подать, как сделать, чтобы оно было принято и рассмотрено? Все ли заявления рассматриваются, потому что это нехорошо и неплохо, это вот как бы система так работает, а ты при подаче заявления можешь какую-то ошибку допустить, и оно, например, может быть не рассмотрено. Ну, например, я не знаю, рассматриваются ли анонимные, например, заявления и так далее. То есть вот на какие детали нужно обращать внимание, когда ты обращаешься в Государственную инспекцию труда, с тем, чтобы заявление однозначно было принято и началась работа по нему? — Да, вот сейчас в связи с сведением нового федерального закона о государственном контроле и надзоре, который вступил в силу с 1 июля этого года, основанием для проведения контроль надзорных мероприятий могут служить только обращения граждан, которые были идентифицированы тем или иным способом. — Что значит идентифицированы? — Да, вот как раз для этого я и сказал, что одним из вариантов основания для проведения проверки будет обращение, поданное через онлайн-ресурсы, пройдя идентификацию через госуслуги, либо онлайн-инспекции. Второй способ тоже — это вот пройдя идентификацию через многофункциональные центры, где можно прийти с паспортом и также подать обращение. Анонимные обращения рассмотрению не подлежат. Если нет фамилии, имя, отчество, адреса, куда надо дать ответ гражданину, они не подлежат рассмотрению, но, естественно, не могут являться основанием для проведения проверок. Если обращение написано собственноручно и направлено почтовым отправлением на адрес инспекции, то надо быть готовым, что государственный инспектор труда для идентификации личности может вас пригласить в инспекцию с паспортом и документом, удостоверяющим личность. Но также можно в инспекцию прийти, оставить в почтовый ящик для обращения, находятся в инспекции, хоть приема не ведется, обращение можно оставить там также. Но тоже быть готовым, что вас могут пригласить для идентификации личности. То есть как раз вот этот момент, если человек не идентифицирован, но заявление подано, то вы начинаете проводить его идентификацию, просто этот процесс требует времени, для того, чтобы понять, что там условно Иванов Иван Иванович, вот это он и обращение от него поступило. Не кто-то за него написал, а что он сам лично обратился, и его были права нарушены. В этом случае тогда будет проведена проверка. Вот это для чего, скажем так, это вот цель какая? Это вот чтобы четко понимать, от кого заявление? Ну это предусмотрено вот этим федеральным законом, 248-м федеральным законом. При этом цель, которая преследует, естественно, исключить ложных обращений, или неподтвержденных. Потому что зачастую бывает, что можно написать от имени другого гражданина обращение и инициировать проверку. Вот дабы этого исключить, я думаю, эта норма придумана законом и установлена. Ну то есть, чтобы, скажем так, тоже работодателей каких-то лишних проверок не несли, не терпели? Естественно, вообще закон он создан для того, чтобы снизить административное давление на бизнес, на работодателей. В том числе и данная норма к этому идет. Ну, чтобы опять-таки проверки не стали инструментом борьбы с конкурентами. Кстати, важный момент, потому что, по большому счету, иначе каждый может просто взять и написать заявление на коллегу по бизнесу и пытаться начать останавливать его работу. Коллеги, вот как изменился подход к проведению проверок работодателей контрольными органами в 2021 году? Потому что, насколько я знаю, там много, что менялось, и вот давайте об этом поговорим. Ну, как я уже сказал ранее, с 1 июля вступил в силу новый федеральный закон, регулирующий порядок проведения контрольно-надзорных мероприятий. С 1 июля 2021 года? 2021 года, да. Который содержит в себе много новых видов надзора, много видов профилактических мероприятий, которые направлены на профилактику нарушений обязательных требований. Основные изменения коснулись сроков проведения проверок. Сроки проведения проверок надзорными органами сократились в два раза. То есть, если раньше срок проведения проверки был 20 рабочих дней, сейчас он составляет 10 рабочих дней. Ну вот, опять-таки, критерии к основаниям для проведения проверок поменялись. Ну и другие функции, которые этот закон предусматривает. В том числе и профилактика. Дмитрий Владимирович. Ну, у нас тоже при проведении ведомственного контроля администрация города Самара проводит контроль в отношении муниципальных предприятий, учреждений, которые у нас осуществляют свои действия на территории города Самары. У нас изменения коснулись именно в части изменения нормативно-правой базы. Потому что, думаю, что ни для кого не секрет, что у нас в этот год является таким революционным с точки зрения количества вступивших в силу нормативно-правых актов. Это и правила по охране труда, и медицинский осмотр у нас сами изменился по порядку проведения, и санитарное законодательство. То есть, опять-таки, наши изменения коснулись именно вот тех постулатов, которые залагаются в этих самых нормативно-правых актах. Ну, очень подробно останавливаться, я думаю, мы на этом не будем, потому что тут объем очень большой. Да, совершенно верно. Но здесь вот важный вид с момента, насколько я понимаю, госорганы должны теперь не только проводить профилактики, штрафовать, или наказывать, скажем так, они должны проводить профилактические мероприятия. Вот что касается этого механизма, как он устроен, как он должен работать, понимаю, что только начинается процесс, но тем не менее. Ну, если касается ведомства контроля, то наша основная задача и была как раз помочь организациям, предприятиям, ну, в первую очередь, муниципальным, именно подсказать им, то есть ведомство контроля направлено было не на то, чтобы наказать организации, именно на то, чтобы помочь им, то есть рассказать, как необходимо указать им на ошибки. То есть, я думаю, что ни для кого не секрет, опять-таки, что со стороны иногда бывает виднее. Эффект, так называемого, замыливания глаза, бывает зачастую руководители, они не всегда замечают проблемы, которыми у них есть на рабочих местах, что называется, мы так давно работали, как нам часто говорят при проведении, да, мы так привыкли, но это, соответственно, уже не соответствует требованиям действующего законодательства. Поэтому мы, когда приходим в организацию, как раз и подсказываем. Отрадно, что теперь у нас появилась подобная функция, то есть таких помощников негласных появилось еще и у государственных контрольных органов. Алексей Константинович, вот как? Ну, да, в данном случае могу пояснить, что нормы, предусматривающие профилактические мероприятия в федеральном законе предусмотрены, это инспекционный визит, рейдовые осмотры и другие нормы, которые устанавливаются, в принципе, положением об органе, о самом надзоре, потому что многие органы на этом законе завязаны, действуют на основании этого закона. В качестве профилактических мероприятий хочется отметить, что в Федеральной службе по труду и занятости ведется онлайн-ресурс, опять-таки отмечу, онлайн-инспекция РФ, где... Это есть такой отдельный портал? Да, онлайн-инспекция, он так и называется, который полезен, как работодатель, для работодателя, так и для самих работников. Для работодателя, чем может этот ресурс быть полезен? На данном ресурсе можно работодателю самому пройти проверку. То есть... Самому себя проверить? Самому себя проверить, взглянуть на свой бизнес глазами инспектора. Очень интересно, кстати. Да, эта проверка может быть анонимной абсолютно, либо, пройдя регистрацию, через определенные процедуры, предусмотренные вот этим порталом. Все результаты проверок будут абсолютно неразглашаемы. То есть они к вам не придут? Они к нам не придут, да. А то ты придешь, напишешь сам на себя и потом... Мира административного воздействия на бизнес никакие приниматься не будут. Там существует более 100 проверочных листов по разным тематикам можно выбрать в своей организации, абсолютно начиная от трудового договора, заключения трудового договора, содержания трудового договора, заканчивая нормами охраны труда в своей организации. Вот на сегодняшний момент работодателям было сэкономлено более 17 миллиардов рублей, которые могли быть выплачены в виде штрафов, пройдя самопроверку и устранив добровольно эти нарушения. Что касается работников. Для работников этот портал предусматривает также разъяснение на тысячи вопросов, самых популярных. Тысячи вопросов? Тысячи вопросов, да. Ну, то есть практически на все вопросы. На все вопросы, в принципе, можно найти ответ. Данная тематика там разграничена блок-схемами, опять-таки трудовой договор, медицинские осмотры, обучение по охране труда и так далее. Все это можно найти самые ответы, самые популярные и пользующиеся, наиболее востребованные вопросы у работников. Кроме того, для работодателей на данном портале размещены формы документов, обязательные для документа оборота, которые можно использовать. Они уже готовы, можно их скачать в формате и использовать в работе. Вот такая вот замечательная платформа. Сложный вопрос. Вопрос, как бы касающийся, вот, наверное, самой главной проблемы нашей на сегодняшний день, это COVID-19. Отстранение от работы непривитых граждан. Есть требования со стороны Роспотребнадзора по отдельным отраслям экономики, где должны быть либо 100% на привитые, либо определенный процент. Но вот как быть с жалобами со стороны работников? Уже есть позиция ведомства вот в этой ситуации? Потому что они, ну, скорее всего, будут. Алексей, кстати, может быть, вот вы начнете. Да, Рострудом уже разработана позиция по данному вопросу, по вопросу отстранения работника от работы в порядке 76-й статьи Трудового кодекса. Непрошедшим установленным, как непрошедшим в установленном порядке, обязательный медицинский осмотр, профилактические исследования. В том числе туда входит и вакцинация. Потому что данная вакцина от новой коронавирусной инфекции была внесена в календарь обязательных прививок. И, кстати, данные разъяснения, опять-таки, находятся на онлайн-инспекции на портале, которые можно открыть, с ними ознакомиться, со ссылкой нормативно-правовые акты. Все там подробно описано. То есть работодатель имеет право отстранить отдельных категорий работников. Потому что прививка внесена в список плановых прививок. Обязательных, да. Обязательных прививок. Дмитрий Владимирович, что-то есть добавить? А я хотел бы добавить о том, что специально для тех граждан, которым удобнее пользоваться социальными сетями, у нас специально есть информационный проект «Охрана труда в Самаре», где, в принципе, наполнение сходно с инспекцией онлайн. То есть у нас тоже есть в том числе и этот документ можно найти, и календарь прививок, собственно говоря, там можно найти, и все разъяснения мы тоже там выкладываем. Потому что у нас общество, особенно молодые люди, им более привычны вот эти вот мессенджеры, социальные сети. Вот именно для этого мы в том числе и материалы онлайн-инспекции, мы там в том числе размещаем. Еще раз повторю, группа в социальных сетях «Охрана труда в Самаре», там можно, собственно говоря, все эти материалы в том числе найти. Во всех социальных сетях практически? Во всех. В Facebook, Twitter, в Twitter есть, да, «Контакт», «Одноклассник». То есть, в принципе, есть. То есть всю информацию можно. Да. Еще один интересный, важный вопрос. О плановой проверке. Вот как к ним подготовиться работодателю и, в частности, где найти информацию? То есть плановая проверка, насколько я понимаю, она, скажем так, не является внезапной. То есть она не секретна. Вот где узнать про нее? Ну, план плановых проверок размещен на сайте Государственной инспекции труда в Самарской области. Также его можно ознакомиться с этим планом на сайте прокуратуры Самарской области. А, там тоже это есть? Этот план там размещен с указанием времени проведения проверки, именно периода, то есть месяца проведения проверки. То есть, после состояния на декабрь месяц этот план согласовывается и выкладывается на определенные сайты для общего доступа. Также на основании этого плавного разрабатывается решение о проведении проверки, которое направляется к контролируемому лицу. То есть контролируемое лицо все равно будет знать о проведении проверки. А за какой срок оно направляется примерно к контролируемому лицу? В течение суток. То есть за сутки до проверки? Ну, то есть полезно, на самом деле, вот с этим ознакомиться. А этот план, он на год составляется? На полгода на какой примерно срок? На год. На каждый календарный год он составляется. То есть, соответственно, условно говоря, в январе 2021 года уже можно было четко понимать, зайдя на этот сайт, когда к тебе придет или не придет, и если придет, то когда? Да. Можно уточнить уже в январе месяце. Там примерная тематика проверок тоже указывается? Или она, вот вопрос такой дилетантский, я понимаю, но тем не менее, или эта тематика, она, как правило, всегда стандартна? Ну, в зависимости от органов. В данном случае проверка на соблюдение трудового законодательства и иных нормативно-правовых актов, содержащих требования охраны труда. Список довольно обширный, поэтому вот как раз в помощь есть такие сервисы, которые я уже... Ну да, которые помогают вот заранее это знать. Дмитрий Владимирович, у вас аналогичная ситуация? У нас примерно аналогичная ситуация. Более того, организациям, которые какие-то испытывают сложности к подготовке к тем же самым контрольным мероприятиям, ну, в частности, по охране труда. У нас есть специальный отдел охраны труда в городе Самары, который осуществляет отдельные государственные полномочия, переданные Самарской областью. И мы в том числе помогаем, то есть объясняем, как необходимо готовиться, какие документы необходимы, должны быть, собственно говоря, у них. Ну и, кроме того, специалисты этого отдела могут тоже приехать в организацию, ну и так свежим взором, что называется, посмотреть, слабые моменты выявить и помочь работодателям готовиться. Нужно понимать, конечно, что делать за работодателя их работу мы, конечно же, не будем. Вот это важный момент. Да, но методические рекомендации, то есть подсказать, объяснить, где взять те или иные образцы документов, где именно настоящий момент является проблемным моментом, мы это в любом случае обязательно подскажем. Алексей Александрович, кстати, вот по поводу методических рекомендаций, у вас есть такая практика, потому что ведь, ну, у Дмитрия Владимировича, как бы, как правило, это организации муниципальные, так или иначе. Вы работаете, вот, что называется, со всеми, и вот малый бизнес, микробизнес, ну, даже часто и средний бизнес, им все-таки в этом смысле сложнее, потому что не все могут себе позволить вот держать отдельного, хорошо обученного специалиста, там, кадровика, который вот все это должен знать, обязан знать, должен туда погрузиться. Вот у вас можно каким-то образом вот методически или информацию получить? Или как раз это вот тот сайт, о котором вы рассказывали? Да, ну, помимо того сайта, о котором я говорил уже, есть горячая линия инспекции труда, которая ежедневно в рабочее время поддерживается, и туда обращаются работодатели, которые имеют какие-то вопросы, мы им разъясняем, объясняем, подсказываем те или иные вопросы, которые... Кроме того, в Роструде еще имеется круглосуточная горячая линия, которая круглосуточная... То есть это в федеральном Роструде? В федеральном, да, органе. То есть в любое время можно звонить, консультироваться? Можно, да, позвонить и проконсультироваться. Вот тоже такой вопрос может быть, ну, со стороны потенциального человека, который устраивается на работу. Какие нормы трудового законодательства чаще всего нарушают работодатели, ну, вот в частности в Самарской губернии? Хотя, наверное, в России это примерно более-менее стандартно, вот на ваш взгляд. Ну, кто насчет, Алексей Александрович, может быть, вы? Ну, в рамках проведения Федерального государственного надзора уже сложился определенный опыт типовых нарушений требований охраны труда и трудового законодательства, которые выявляются в ходе проведения плановых, внеплановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. К таким нарушениям относятся и непроведение медицинского осмотра, обязательного предварительного при приеме на работу, периодического, непроведение обучения по охране труда, проверки знаний и требований охраны труда. Сейчас очень актуальна тема выявления оценки рисков и опасностей. Это что значит? То есть, каждый работодатель обязан обеспечить функционирование системы управления охраной труда на своем предприятии. В рамках этой системы также существует обязанность выявления рисков и опасностей на каждом рабочем месте работника и управления этими рисками. Либо их необходимо снижать, либо исключать полностью. Для чего необходимо, конечно, соответствующие мероприятия проводить. Не все об этом знают, а кто может быть знает, не все применяют, потому что еще практики не так много подобного рода. Вот это тоже одна из таких часто выявляемых нарушений такого рода. Я хотел бы еще добавить, что у нас с вами охрана труда это все-таки система сохранения жизни и здоровья работников. И одним из основополагающих документов, который должен быть у работодателя, это положение о системе управления охраной труда. Некоторые работодатели, к сожалению, либо пренебрегают этим документом в принципе, хотя он является обязательным у нас с вами, либо же создают его исключительно формально для того, чтобы он просто показать проверяющим, а он у них на самом деле не работает. При этом это основополагающий документ, на основании которого и должна строиться работа. То есть там прописывают все процедуры, которые должны быть в организации с точки зрения охраны труда. Это вот как Алексей Хасатинович сказал, это медосводы, обучение, спецодежда и прочее, прочее. А также выявление должностных лиц, на которых возлагает, собственно говоря, осуществление этой самой работы. В том числе и пути источников финансирования этих самых мероприятий. Так вот, тоже хотел бы обратить внимание наших зрителей на то, что этот документ положения системы правильного охраны труда должен не только быть существовать, но он должен еще работать. И это делается исключительно в интересах не к проверяющих каких-то, это делается в интересах именно работников и работодателей, которые и должны проводить эту работу. Ну да, для того, чтобы потом не возникало тех самых несчастных случаев, нештатных ситуаций, из-за которых потом, в общем-то, от которых потом всем плохо, на самом деле, становится. Ну что ж, время программы подошло к концу. Спасибо за интересную и содержательную беседу. Я надеюсь, мы с вами увидимся в МФ, потому что, ну, тема труда и тема охраны труда, она действительно важная. Это то, что сопровождает нас, собственно говоря, всю свою сознательную жизнь. Напоминаю, в нашей студии были Алексей Флюрин, начальник отдела Государственной инспекции труда в Самарской области, и Дмитрий Васюхин, консультант отдела охраны труда Департамента по управлению персоналом и кадровой политики аппарата администрации городского округа Самара. Берегите себя. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова